Всем пламенный привет Очередной рабочий день 24 апреля, 9 утра На улице шикарная погода, уже сейчас 18 градусов К обеду обещают еще теплее Ну а я выезжаю со стоянки от дома Смотрите, какой у нас классный американец стоит с тралом Красненький сам, трал красный, пятиосный, Peterbilt 387 Недавно парень купил, месяца 4 назад Уже на нем один раз в Владивосток съездил, а один раз в Читу из Питера Очень доволен Вот, это отступление Значит, еду я сейчас в Гатчину на нефтебазу Там заливаемся И оттуда едем в какую-то деревню, Черемушкино, Приозерского района Ну, по карте посмотрел на берегу Ладожского озера, ни разу там не был Будем все смотреть, показывать Вчера был небольшой ремонт Лопнула у меня трубка форсунки Ну, которая с ТНВД на форсунку идет Вот Еду машина Подтраивать начало Обороты терять Вот остановился, увидел Плюс Поменяли вчера Тормозные колодки на ленивцы Новые поставили Что еще сделали? Несколько косяков По воздуху я убрал Там, где шипели, трубки соединители поставил Так Ну и подшипники На ленивцы тоже поменяли Вот так вот Вчера работы не было Такой ремонт был лайтовый Сегодня Едем работать Все, сейчас на трассу Не помчали Поедем по бетонке Через город не хочу сейчас ехать Сейчас город Московское шоссе стоит Поэтому по Московскому шоссе дойду до Я-Мажора И уйду направо на Федоровское-Формосово Оттуда уже на бетонку Так, ну вот Я-Мажору я въехал И вот тут я поворачиваю направо А, ну естественно мне красный свет На Федоровское И поеду через Федоровское-Анналово-Формосово И выйду на бетонку так Можно по идее идти прямо до бетонки Туда за Красный Бор, за Ульяновку Там уйти направо на бетонку Но это дальше получится Потому что все равно выскочишь тут То есть сначала туда и назад возвращаться Поэтому я тут езжу Зазвонился только что с заказчиком И он говорит То, что мне предстоит 32 километра Грунтовки У меня, конечно, эта новость не очень веселит Но говорит то, что не застряну Что не все сука Даже по сухой грунтовке 32 километра Ехать не айс Ну, что делать Посмотрим Говорит, нам 11 машин каждый год приезжает Нормально едут Ну, это прямо вот этот Черемухино поселок Он вот прямо на берегу Ладожского озера Там я посмотрел Я почему-то думаю, что это какая-то заправочка Для теплоходов там Может ошибаюсь Приеду, посмотрим Тут на выезд, как обычно, пробка О, завозик О, Платон навстречу стоял Вот тут такая ерунда В Федоровском каждый день То вот живут там В Павловске В Парносово, Федоровском Вот они тут Так выбираются И это еще не самый худший вариант Бывает гораздо дальше Ну, а это впереди у нас Стройка М11 Все никак достроить не могут Уже год назад на чемпионате мира по футболу Должны были запустить Ну, все По этой дороге двигаю На бетонку Ну, вот мы в Федоровском Направо на Павловск И ко мне в Славянку туда Прямо на бетонку через Фарносово Такие здесь вот Домики Здесь, кстати, в Федоровском проехал Находится представительство Платона Питерского Ну, питерское представительство Платона, вернее Поэтому, если, может, кто захочет их там сжечь Морду им набить Приезжайте в Федоровское С города будете ехать С левой стороны Да, давай, самосвал Уезжай А то сейчас в горку И сам сел, и меня посадил Давай, давай, тетя, переходи Ярмарка какая-то тут у них Он проходит Белорусская На улице хорошо Так, ну вот Фарносово проехали После Фарносово Два километра И вот Светофор Перекресток И это бетонка Вот Гатчина 28 Так, ну, с Раусы Надеюсь, ты не направо Ой, слава богу За ним Тащиться сейчас пришлось бы А вот бетонка О, товарищи военные Навстречу Убрался в 13 Хорошая машина Тут на бетонке, конечно Куча вот таких Маленьких переездов И причем Они Не это самое Тут поезда не ходят Тут ходят так называемые Подкидыши Местные жители Местных сел Деревень называют Я эти подкидыши Ни разу вживую не видел Но очень хочу посмотреть Короче, они говорят Это Два вагона обычные То ли от электрички То ли от поезда И Тащит их Локомотив Там то ли тепловоз То ли, может, паровоз И он их тащит До ближайшей Крупной Железнодорожной Станции Чтобы там уже люди Пересели на электричку И уехали в город Ну, короче, жесть Как где-то в тундре Добираться Так, я обрадовался, что Мусоровоз уехал Но походу Сейчас меня дастер Поставят А не Вроде разогнался Тут, конечно, дорожка шикарная Ну, для 90-й Ну, сейчас Вообще идеально Нет, походу Дастер меня все-таки Решил поставить Ну, е-мое Кто едет Кто не едет Ну, ладно Вроде поехал Деревня Пижма И вот тут Светофор Нам направо На Киевское шоссе Бетонка сама Она вон туда Прямо пошла Где ремонт Где поворот на Волосово Она туда выходит Сейчас пока Объезд здесь Сейчас отсюда На Киевку И отсюда В Гатчину Мы здесь ездили уже Только в темное время суток Вот такая дорога в Гатчине На нефтебазу Ее еще тут найти надо Сама Гатчина у нас там Вон справа Вон там Торговый центр Дома А мы вот тут По промзоне Премся Ладно, буду дальше пока искать Я конечно во многих промзонах Бывал Ну вот уже еду Два километра И вот такая дорога Ни кусочка асфальта нет Здесь куча всяких предприятий Вон заброшенные всякие ангары есть Вот так вот тут Все, вижу Вот она родимая О, нефтебаза Гарант Ну что Пойдем Спрашивать Что да как Оформились Меня посмотрел Вот охранник Сейчас я заеду Надо остановиться Пустые канистры выложить Ну это нефтебаза Из серии колхозных Все Все Вытащил канистры пустые Но сказали Опустить заземление И одеть искрогаситель Вот нефтебаза и колхозная Но Кое-какие Требования безопасности Соблюдают Тоже видите Тут ни стояков Ни хера Просто бочки А, ну вон у него как А, не Вон тут Два стояка есть Тут такие Самодельные Еще? Все, ребят Пойду заливаться Не буду снимать А то они какие-то тут Ссыкливые все Я загрузился До места выгрузки Мне 199 километров Сейчас надо выбраться Из Гатчины Вот тут есть проще Выезд Через промзону Там переезд впереди Пока еще открыт Надо успеть переехать Вот По Киевскому шоссе Едем До Кольцевой Заскакиваем на Кольцо И по наружке До Приозерского шоссе Там по Приозерскому шоссе Едем до поселка Громова И сворачиваем направо 32 километра Грунтовки Вот Тут весь выезд Гораздо проще Не надо по этим Дебрям Ползать Город Гатчина Тойота-то стоит У нас главное Мы справа у всех Вот И так мы По краешку Гатчины Сейчас поедем Гатчина хороший городок 40 километров от Питера Мне нравится И недалеко И цены на жилье Тут Гораздо дешевле Чем в Питере И разве Инфраструктура Тут хорошо развита Все тут есть Большинство жителей Гатчины Работают в Питере По Киевскому шоссе Получше ехать Как и из Тосна По Московскому шоссе Сейчас Вот Вот Тут Такие Новенькие Дома Недавно Построили Еще что-то Вот Строят Вот Торгово-развлекательный Комплекс И в Кошвам И всякие Внеператки И фамилия И фаэт И гусель Так что Жить тут можно Так вот Я выезжаю С Гатчины На Киевское шоссе Но это Старая еще Дорога Не новая Вот Трехполоска По которой Я езжу Обычно Там С Волосова А это Вот Старая Которая Шла еще Через Вот Верево Сейчас Мы заезжать Будем Зайцево Дони А Вот Сначала Вайя Деревня Буквально Еще пару лет Назад Вот Тут Постоянно Платоновская Маргус Стоит Вон Слева Здесь Рамок Платоновских Нет Такие Как Я Ездят Вот Они И Еще Там На Выезде Стоял И Вот Здесь Была Вот Эта Дорога Здесь Шутки Пробки Были Особенно По Пятницам И По Воскресеньям Обе Стороны Считайте По Одной Полосе Кстати Что я Сейчас Везу Не Сказал Я Сейчас Даже Не ДТФ Везу Я Сейчас Везу Газовый Конденсат Практически Керосин Можно Сказать Поэтому Если вдруг Газовый Конденсат Рискнет Заправить Свою Машину Но Вновь Это Вообще Не Советовал Это Еще В мою Сканию Такую Можно Или Там В КамАЗ МАЗ Вот Верево Полтора Два Литра Масла На Бак Моторного Плюхните Чтобы Она Пожирнее Стала Деревня Тони Вот Мы Из нее Выскакиваем И Здесь Уже Выезжаем На Новую Вот Эту Здесь На нее В принципе Выезды Был В общем Я тут Давно Уже Не езду Уже Чуть-чуть Кутаюсь До А Вот До Небъезд Здесь Вот Выбрались На Трех Полосочку И Все До Кольцевой Дороги Забыл же Скать Ребят Я Две Недели Назад В ДСААФ Пошел На категорию Е Учиться Так что Где-то В середине Июня Должен быть Полноценным Водителем Грузовых Автомобилей С категорией СЕ 16 тысяч Обучения Само Стоит И я Пришел Они Они Мне Этот Самый Ну Составили договор Документы Отксерокопировали И дали мне Пароль В общем месяц У меня онлайн Обучение Теории Сам Учусь В интернете Нет занятий По теории А потом Через месяц Мне позвонит Инструктор Я им номер телефона Оставил Уже Будет со мной Договариваться О практичных занятиях Как-то так Еду Проехал Поворот На Пулково Температура Ребят Плюс 20 градусов Блин А я и плавки С собой не взял Искупался В Ладожском озере Подъезжаем К посту ДПС И направо На кольцо Уходим Здесь как всегда Скопление машин На выезде С аэропорта Стоят товарищи Инспектора Судя по всему Я им не нужен Едем дальше Вот нам Мурманское Выборгское Шоссе Все на кольцевую И до Преодзерского Шоссе Шоссе Стоят Скопление машин Шоссе Стоят Стоят Illinois Шоссе Корректор Выборгского Шоссе Стоят Стоят Блин Шоссе Стоят